Восточно-казахстанская областная библиотека им. Александра Сергеевича Пушкина 22 января 2020 года провела торжественное открытие юбилейного года 175-летия Абая Кланбай-Умы. Глубокий смысл, заложенный в словах Абая, адресованный нам, потомкам, актуален и сегодня. Каждая строчка открывает сокровенный смысл человеческой жизни, её ценности, призывает постоянно развиваться, совершенствовать, обогащать свой духовный мир. Во всём этом основной посол творчества великого гения, заложенный в формуле Абая «Человек целостности», который является фундаментальной опорой в любой сфере нашей жизни. Это отмечает в статье «Абай и Казахстан в XXI веке президент Республики Казахстан Касмжумар Тукаев». В течение года вся страна будет читать Абая. Вслед за ним ещё и ещё раз размышлять над этим мыслями и идеями. «Абай. Человек. Вселенная». Выставка литературы с этим названием позволяет открыть для каждого своего Абая, просветителя, гуманиста, новатора, основоположника казахской письменной литературы. Сегодня труды Абая, его наследие говорит более 40 языков. Они переведены. И в рамках мероприятия, предусмотренных в ходе подготовки 175-летию и в его реализации, этому вопросу будет уделено огромное внимание. Мероприятие, посвящённое 175-летию Абая, проводится в рамках мероприятий, рассчитанных более 560 мероприятий. Из них 24 мероприятия в рамках международных – это Россия, это Китай, это Турция, это Польша, это Великобритания, Турция, другие страны. Более 221 мероприятия является республиканского масштаба, 300, более 300 мероприятий. Это непосредственно проводится на родине Великого Абая, Восточно-Казахстанской области, Семипалатинском регионе. И это мероприятие состоится, как вы знаете, в августе месяце этого года, значит, Восточно-Казахстанской области. Установлено будет более 250 юрт. Ну, знаете, те места, которые, исторические места будут установлены, композиции, посвящённые жизни и деятельности и творчеству Абая. Будет обновлён, отремонтирован, реставрирован комплекс, мемориальный комплекс в Жидебае. В Жидебае будет построен, значит, гостиничный комплекс, потому что каждым годом число пребывающих на родину Великого Абая увеличивается. Поэтому все эти вопросы станут и реализовываться в рамках подготовки праздника Абаю. Я думаю, что никто из наших граждан, особенно жителей Восточно-Казахстанской области, не останется вне участия данного мероприятия. Абая. Сегодня вот в начале наша молодёжь начала стихи говорить на разных языках, на турецком, английском, русском, казахском. Я думаю, что молодёжь Абая хорошо знает. Абая понять, чтобы знать Абая, необходимо в соответствующей подготовке уровень знаний. Всех поздравляю! Абая – это личность, мудрость, совесть и душа казахского народа, ювелирный мастер художественного слова. Он – колокол, разбудивший веками дремавшую сеть. Это духовный предводитель, показавший народу путь к истокам мировой цивилизации и общественных ценностей. Абай знал несколько языков и переводил на казахский язык. Произведение русских же классиков – Лермонтова, Крылова, Бунина. И особенно ему нравилось производить переводы Александра Сергеевича Пушкина. В моих словах на зитаниях он призывает к всемирному братству людей. И главным для него являются общечеловеческие ценности, идеалы добра и справедливости. «Мир, океан, времена, как ветры гонят волны поколений, сменяются друг друга», – писал Абай. «С тех пор, как Абай ушел из жизни, время прокатило по ней уже несколько таких волн. Но они не унесли с собой имени этого необыкновенного человека, одного из тех выдающихся деятелей, которые идут как бы впереди своей эпохи, являются передовыми людьми своего времени. Творчество Абая будет всегда востребовано, так как оно и сейчас современно». «Перву上, властей и властей и властей и властей и властей и властей, а также рассказывает, что властей они которым можно властей. «Перву上, властей и властей» Да, воз ill wasn't. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 наших отечественных классиков. То есть благодаря личности Абая и еще одного великого гуманиста нашего Альфа-Рабика, юбилей которого тоже приходится именно на этот 2020 год, именно такой вот медийный феномен этих личностей, он позволяет современному Казахстану позиционировать себя на мировой медиаплощадке. И я думаю, что это самое важное. В этой точке сходится и наша политическая идеология, и политическая повестка дня в мировом масштабе, потому что при всех цивилизационных аспектах все страны мира стремятся к миру, спокойствию, толерантности к продвинутому, креативному диалогу, о котором когда-то говорили наши великие предшественники. То, что дало нам Абайкун Амбаев, его истории, то, что он всегда знал про его переводы, это все хорошо наотратится на сегодняшней молодежи. Сегодняшняя молодежь в основном развивается от гаджетов. Я думаю, что вот эти мероприятия, как сегодняшнее 175-летие Абайкун Амбаева, должны проходить более чаще, более во многих местах, я думаю. А Абайкун Амбаев сам – это великий казах, это великий поэт, это один из лучших в истории казахов прошлого века, это один из лучших человек. Абайкун Амбаев – это не только, скажем так, казах, это Абайкун Амбаев – это человек вселенной, скажем так. Его, это как Абайкун Амбаев – это как Пушкин в России или Шекспир в Англии, это как для нас, его место – это очень многое значит. И я хочу, чтобы вот такие вот мероприятия проходились более чаще и более во многих местах. Человек целостный. Вот в этом, наверное, в этих словах выражается весь смысл творчества Абая. Его посыл к потомкам предполагает к развитию духовности, интеллектуальности, постоянному самосовершенствованию. Мы все сегодня были рады встрече с такими интересными, глубокими людьми нашего города. Наверное, дадут им какой-то толчок к изучению творчества великого мыслителя. Так что я хочу сказать, что благодаря вам, что вы проживаете этот важный мероприятий в нашей городе, Уске-Мене. И особенно, я рада, что мы все равно помним, и я думаю, что все люди из нашей регионе уважают и все равно помним, наш великого философа, инвестор, поэт Абая Кунанбаева. Большая честь присутствовать на торжественном открытии юбилейного года 175-летия великого казахского поэта, переводчика, мыслителя и композитора Абая Кунанбаева. Ну, Абай действительно является знаковой фигурой не только для Казахстана, но и для всего мира в целом. Знаем, что монументы установлены в разных странах мира, в Казахстане, в России, в Египте, в Турции, в Венгрии, в Китае. Улицы имени Абая находятся в Германии, в Индии. Труды почитают во всем мире, и до сих пор специалисты со всех стран, со всех уголков планеты исследуют его творчество. Наследие действительно богато, и оно очень актуально на сегодняшний день, ведь основными мыслями Абая Кунанбаева являлись саморазвитие, самопознание, стремление к совершенству. Одним из пороков, насколько известно, Абай считал именно отсутствие стремления, стремление к развитию. Поэтому для нынешней молодежи, сейчас и вообще в целом для всех народов, все идеи и мысли очень актуальны и злободневны сегодня. Если говорить о переводческой деятельности Абая Кунанбаева, то, конечно, он внес огромный вклад в развитие казахстанской литературы. Он перевел, насколько мы знаем, труды Крылова-Пушкина, Бунина и других русских классиков. Для него русский язык являлся действительно чем-то таким сокровенным, неоднократно высказывался на эту тему. Насколько я знаю сейчас относительно произведений, в России в одном из издательств готовится сборник произведений Абая Кунанбаева на русском языке. И, конечно, это не может не радовать. Поэтому вообще в целом все мероприятия, которые пройдут в этом году на территории Казахстана разного уровня, международные, республиканские, даже местные мероприятия, внесут очень большой вклад в развитие, в популяризацию этого великого казахского писателя, поэта и мыслителя. Вы можете ввести в сплаке, если сознание в текущем, то вы живете в текущем жизни. Если причина в текущем, чем в текущем, то вы не можете посмотреть в текущем непрофильных людей. Продолжение следует... Молодец, который пройдет в текущем, то вы не можете посмотреть. Что стремишься? Давай поговорим с тобой. Есть честь и слава, и свобода. У тех, кто вас любим толпой, но без признания народа. В этом право небольшой. Мы с радостью и гордостью встречаем юбилей своего великого земляка Абая Клан-Байула. Приглашаем всех читателей и жителей города присоединиться. У книжной выставки мы будем вместе читать Абая и, укрепляя свой нравственно-духовный мир, будем едины на пути развития и созидания. Наша библиотека в течение года приглашает вас принять участие в мероприятиях, посвященном году Абая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова